Приветствую вас! Вы знаете, основная проблема заключается в том, что ваш ребенок, он чувствует не столько непринятие окружающих людей, которые просто смотрят на все необычное и не похожее на них, а ваш ребенок, он чувствует ваши к нему отношения, он чувствует то, как вы относитесь к нему, он чувствует то, что вам не по себе, когда вы смотрите на него, он чувствует вашу жалость, он чувствует, может быть, вину, вашу, может быть, какое-то подспутное желание видеть его другим, видеть его не тем, кем он является, и, соответственно, это поражает вопросу. То есть, если бы вы на 100% принимали своего ребенка, если бы вы на 100% не пытались бы его изменить, ну, пытались бы ему помочь, но не изменить разные вещи, вот, хотя и довольно тонкие и деликатные, то, ситуация была бы гораздо лучше, и ребенок бы подобных вопросов не задавал. Более того, он совершенно спокойно относился к тому, что люди на него смотрят, потому что, понимал бы, что еще раз люди смотрят на сцене обычные, на сцене похожие на них, это нормально. Вот. А ваш ребенок уже достаточно взрослый, 10 лет, уже почти-почти подросток, поэтому дальше параллельные вопросы будут больше и больше звучать. Поэтому я рекомендовал бы вам поработать над тем, чтобы принять своего ребенка, безусловно, чтобы пристать его жалеть. А вот, я рекомендовал бы вам как можно более полно, с учетом возможностей и склонностей ребенка, интегрировать его в вашу повседневную жизнь, чтобы максимально, добр максимально делал то, что он может делать. Вот. И также ознакомиться со всеми особенностями его заболеваний, для того, чтобы иметь возможность, ну, не навредить, во-первых, физическому состоянию ребенка, во-вторых, поддерживать его в таком состоянии, чтобы он мог себя обеспечивать, даже при условии невозможности передвигаться самостоятельно и чего-либо еще. Чего-либо еще. Вот. Ну, вот в принципе то, что можно сказать. То есть, по большому счету, ваша основная проблема в том, что вы знаете и считаете, что у вас ребенок болен, он становится хуже. Для тех пор, пока вы считаете эту болезнью, вот, а не с синдромом. Там все болезни, синдром, разные вещи. Вот. Синдром, это то, что просто есть, как данные, это некоторые особенности. А болезнь, это то, чем человек болеет, то есть, это именно, вот, наличие чего-то инородного в организме. Вот. Мне кажется, что здесь более уместно говорить о синдроме, нежели чем о болезни. Вот. если нет ничего инородного в организме вашего ребенка. Вот. Поэтому учитесь принимать его, и учитесь не стыдиться за него, и учитесь говорить с ребенком откровенно, открыто, справдиво. Но лучше, если с ним будет разговаривать мужчина, лучше, если с ним будет разговаривать его отец, вот. Лучше, если именно, как мужчина, ну, как мужчина-мужинь, этот разговор будет гораздо более эффективен и гораздо более полезен с точки зрения психотерапии для человек, для ребенка и вашего. Вот в принципе то, что я могу Вы говорите, что его состояние ухудшается, что у него болят ноги, что ему тяжело подниматься по лестнице. Очень важно этот момент как-то контролировать, что будет дальше. Возможно, ему стоит пересесть в инвалидную коляску. Возможно, стоит воспользоваться вспомогательными средствами, кустелями, палочками, крабами, рюмками, чем-то таким. То есть, посмотреть нужно, на самом деле, не имеет значения, если мы говорим именно о синдроме, а не о болезни. На этом всё. Надеюсь, вы поймёте, что сейчас со своими отношениями вы скинуете в ребёнка комплекс. Я так подозревал, что уже вселились, к сожалению, но пока ребёнок ваш ещё не взрослый, и ещё не стал подростком полноценным. При эффективной работе с вами и, возможно, с ребёнком, а лучше всего с вами и отцом ребёнка, но ситуация будет улучшаться психологически. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok